Всем привет еще раз. Второе видео сегодня от меня. Пожалуйста, обязательно подпишитесь на меня. Поставьте колокольчик, поставьте лайк. Это важно. Благодаря колокольчику вы ничего не пропустите. Начинаем. Владимир Зеленский отреагировал на петицию, быстро очень подписанную 25 тысячами украинцев, о просьбе разрешить мужчинам пересекать границу Украины. Послушайте, пожалуйста, прямую речь. Добрий день. Пане Володимире, петиция на сайті президента набрала 25 тысяч подписей, у которых идет о скасывание за оборону для человеков призывного века выездить за кордон. Когда оно будет рассмотрено, как вы вообще оцениваете такую инициативу? Дякую. Владимир Петрович. Або, может, эта петиция должна быть адресоваться до батьков тех воинов, которые потеряли этих людей. Чистое, что они защитили ценою своего життя Украину. Ту чи иншу область, ту чи иншу регион, те чи иншу місто. И вы знаете, что в большинстве своей не свое место, где они, ци воины, народились. Не свое место, когда сегодня от 50 до 100 людей могут гинуть у нас на сложном направлении, на направлении схода нашей страны. Они защищают нашу страну и нашу независимость, про которую так все говорят в мире. Так все говорят, но мы ее особо очень сильно чувствуем. И поэтому, когда возвращаются до меня с этой петицией, чтобы наши люди, человеки могли впродовж военного стану поездить из нашей страны, я считаю, что это не совсем до меня петиция. Поэтому я вам так и отвечаю. Это если по-людски, а если по закону, то по закону у нас есть соответствующая количество дней. Розглядать любую петицию, нравится ли она мне или не нравится. Потому что закон один для всех. Очень спасибо. Ответ жесткий, категоричный. И я хочу еще раз сказать, почему я выложил призыв подписать эту петицию. Ну сотни людей ко мне обратились, без преувеличения, в Телеграм, в Ютуб, в ТикТок. С просьбой, ну пожалуйста, поддержи. Блогеры начали меня тегать, тоже видео выкладывали в поддержку этой петиции. Можно найти мои комментарии. С первого дня сказал, любая петиция на постсоветской стране это профанация. И Зеленский четко дал понять, что у него есть время по закону, сколько там, 90 дней ответить на эту петицию. Он мог бы сейчас просто-напросто промолчать, через 90 дней, когда это уже будет неактуально, ответить. Поэтому нет смысла заниматься петициями. И мне уже сегодня утром опять человек 20 написало, пожалуйста, дай инструкцию, как правильно сделать петицию. Пожалуйста, распространим и сделаем новую петицию. Люди, прекратите тратить свое время, прекратите жить иллюзиями, ложными надеждами. Все это не имеет никакого смысла. Вы просто тратите свое время. Вы просто занимаетесь самообманом. Никого, никто не отпустит во время военного положения. Из Украины. Поэтому давайте вот на этом видео, на этой теме ставим точку. На всех петициях советую вам ставить точку. По крайней мере во время войны. Так, в мирное время, для того, чтобы там может расшевелить болото, где-то может быть и надо ее подкинуть, но только правильную. И еще хочу ответить тем, кто на меня тогда ополчились, когда я говорил, что может быть имеет смысл поднимать вопрос, а точнее надо было бы поднимать вопрос, выезда за деньги, чтобы те, кто платят взятки, там 5-10 тысяч долларов выезжают за взятку, выезжали легально, ну, давай этот платеж в бюджет официально. Ведь сейчас же все равно выпустили военные облигации для поддержки армии. Так зачем покупать военные облигации, если человек может там 150 тысяч гривен внести сразу же на счет безвозвратно и беспрепятственно пересекать границы туда-сюда. Тем самым создавая добавочную стоимость, скорее всего, потому что в основном это нужно бизнесменам, менеджерам, морякам, для того, чтобы зарабатывать деньги, которые в итоге все равно потратятся так или иначе в экономике Украины. В том числе и отдельно от этих денег была бы поддержка ВСУ. Потому что я слабо себе представляю бизнесмена, который бы дал официально 150 тысяч гривен, выехал, начал зарабатывать деньги на Западе или вывез свои мощности, свой бизнес в Европу пока и забыл бы про Украину и дальше бы не перечислял вооруженным силам Украины деньги. Я себе это слабо представляю. Ну, Зеленский решил так, как он решил. Просто, люди, подумайте, вот когда вы мне говорили, что это неправильно, вот вы сделали так. Результат вы все увидели. Никто теперь никуда не уедет. Ну, я сомневаюсь, что уехал бы, даже если бы из-за деньги. В общем, президент все сказал. На этом ставим точку. И, пожалуйста, у меня просьба лояльная. Не обращайтесь ко мне по поводу никаких петиций. Начинайте просто взрослеть. Я вам с самого начала сказал, повторюсь, что это все профанация и потеря времени. Поехали дальше. Есть такой, как он себя называет экономист, на самом деле просто ***, Александр Ахрименко. Я видел и воспринимал его как комедийного персонажа там уже, наверное, лет 10. Но многие люди на него подписываются, смотрят его, его вонючий канал на YouTube. Слушают его, приводят аргументы, которые приводят вот это чудовище. Вчера он опубликовал пост в Facebook. Я вам сейчас тезисно зачитаю, но слабонервно мне рекомендую слушать. Во-первых, фотка Гетьманцева выставлена. Чому деякие украинские политики и бизнесмени не хотят, чтобы Украина победила в войне с Россией? Вы поняли? Оказывается, мы не хотим, чтобы Украина победила. Тезисно зачитаю. Вы понимали, что победить Россию и Украине не лишь потребный ленд-лист и сильная армія, но и сильная экономика, без сильной экономики и тилу украинской армії не сможет победить врага. Это логично. А вот те, что сейчас делают окремые политики и группа украинских бизнесменов, это явно загравление с врагом и намагание подиграть Кремлю. Оказывается, мы подиграем Кремлю. Вот такая новость. Да, действительно, экономика переживает сложный час. Бла-бла-бла. Для того, чтобы Украина смогла сдаваться все эти проблемы, перемогти Россию экономично и потом отбудить экономику, нашу, что он там пишет, без пунктуации, без ничего, нашу и была створена Национальная Рада Відновлення Украины от наследок войны, где спів голова Шмигаля Ермак, а секретарь Данило Гетманцев. Но сейчас вы можете видеть, что есть украинские политики и ряд бизнесменов, которые явно не хотят победы Украины, а желают створить экономические проблемы для нашей страны во время войны. Ну какой наглий пи***. Только так можно оцените спробу окремих политиков и бизнесменов, провокацию, у виглядя сбору подписей под подставкой Данила Гетманцева. Зрозуміло, что для представников теньевой экономики и тех, кто створяет дефицит в Украине и занимается спекуляциями на войне, Данила Гетманцева очень не понравится. Ну каким нужно быть ган***ом, чтобы так это в голове не укладывается. На жаль, подчас войны дейсно инфляция выше, чем в мирный час. Но когда ряд бизнесменов умисно створяют дефицит, а потом перепродают товары по завищенным цинам, это спекуляция на крови. То есть он уже обвинил тех, на него нужно суд подать за это. Но они этого не хотят, и поэтому для них Данила Гетманцева, который является керевником податкового комитета Верховной Рады, очень опасной человеком. Короче, дальше пропускаем много бреда. Итог. Нам нужно, чтобы бизнес, который работает, сплачевал податки, а не организовывал провокационный пиар, провокационный пиар акций против Гетманцева. Критиковать депутатов и владу – это святое, но создавать проблемы для государственных финансов в условиях войны – это злочин. Сука, знаете, в чем проблема вообще в этой стране? В том, что здесь репутация ни хрена не значит. Человек может сегодня просто в гамне обмазаться, а потом, как Светлаков рассказывал, ты докажи, что это гамно. Вот так и здесь. Кто такой Охрименко вообще? Да покажите, какой нахрен экономист. Это душевно больной человек, городской сумасшедший, который завел в Facebook и YouTube канал, и уже годами зарегистрировал какой-то ТОВ, там, Институт экономичных доследжений, что-то в этом роде, и вешает лапшу дуракам с одной извилиной в голове и та ниже пояса. Нужно уважать себя. Видите такое дерьмо? Сразу же отписка, и даже не читайте это. Это как в питании, нужна информационная диета. Вы же гадостью какой-то не хотите питаться? Так информационной, этим тоже нельзя питаться. Я это вот дерьмо увидел, потому что кто-то из моих френдов на Facebook прокомментировал, у меня вообще, честно говоря, я охренел, когда такое увидел. Я понимал, что это конченый мудак, который за 300 долларов все что угодно опубликует, где он Гетманцева в засос целует. Но до такого дойти, обвинить бизнесменов, что те, кто подписались, занимаются там спекуляциями во время войны, торгуют контрабандой, ты что, вообще уже охренел? Я призываю тех бизнесменов, которые в этом участвовали, просто подать в суд на этого негодяя. Ну, отсос засчитан, но уже понятно, чей человек Гетманцев, да, очевидно из текста, очевидно из всего. И самое главное, самое главное, значит, они почувствовали какую-то опасность и решили отбелиться, заплатив там 200, 300, 500 долларов Ахрименку, чтобы он это опубликовал. И сейчас надо еще посмотреть и другим таким дурикам. Значит, все-таки во время войны, информационной войной стоит заниматься, на их взгляд. Значит, во время войны себя пиарить, так как они делают, прикрывать жопу, это нормально. В общем, дорогие друзья, я думаю, всем все понятно. Всем все понятно, кто на кого работает, кто чей человек, как это все работает. Бессмысленно дальше бороться и против Гетманцева. Все понятно, мне все понятно, лично мне. Кстати, ну, я не говорю, что не нужно с этим бороться. Просто я буду это освещать и дальше, Гетманцева, экономику, потому что это наша жизнь, это ваши люди жизнь. И я всегда буду на стороне людей, на черное и белое никогда не буду говорить. Я не Ахрименко, это он существует за счет этих 200-300 долларов, которые ему... Он же на все власти работал. Одна власть заплатила, вторая, третья. Он же еще, по-моему, со времен Януковича брал деньги, чушь разную пропихивая, которую власть. Это же он рассказывал, что чиновники, это бизнесмены, и абсолютно нормально зайти в кабинет, а потом брать взятки. Он говорит, что это бизнес. Это же этот сумасшедший такое говорил. Посмотрите, как он делает видео, лежа на кровати. И нужно уважать себя, чтобы вообще такое вот смотреть и на такое подписываться. Посмотрите. И для того, чтобы это делать, нужны доходы. Еще раз всем рассказываю. Боже, я уже столько раз рассказывал. Наверное, несколько тысяч раз. Основной источник наполнения госбюджета НДС. НДС платится, когда вы покупаете товары в магазине. Но это если вы покупаете в крупных сетях. Почему? Базар? НДС нет. Левачок? НДС нет. Ну, вы сами знаете, колоссальное количество наших сырот торгуют без кассовых аппаратов. Не, ну они должны платить. Ну, они же не платят. Ну, я думаю, вы все поняли. Поехали дальше. Байден заявил, что в случае агрессии Китая против Тайваня США вмешается. Это хороший сигнал. Потому что если Китай пойдет на Тайвань, то, конечно же, это будет третья мировая война с вероятностью 80%. Теперь они обрубили рога Китая по поводу Украины. Китай не помогает России ни финансово, ни оружием. И теперь под обломили им рога по поводу Тайваня. Потому что у Китая 100% план есть, полностью готовый по реализации для агрессии против Тайваня и аннексии Тайваня. Тайвань, напомню, это супер прогрессивная, великолепная страна. Полностью капиталистическая, свободная и либеральная. Такой, какой должна быть Украина. С либеральной экономикой, с инновациями. Но с такими, как гетьманцев, этого никогда здесь не будет. Никогда. Ни с войной, ни в мирное время. Потому что это совки, коммуняки, которые ни дня не работали в частном секторе. И собачьи будки не построили. И не способны ничего создать. Они способны только зайти в кабинет и разрушать другим бизнес. И писать законы для тех, кто созидает. Бизнес и люди, граждане, всегда озабочены одним. Своей жизнью, развитием, созиданием. И я напомню еще раз, вчера уже говорил, что именно бизнес и граждане сбрасывали деньги на ВСУ. И продолжают это делать. И гуманитаркой заниматься, волонтерам помогать и так далее. Но спекулируют как раз во время войны вот такие вот кадры. Персонажи, как гетьманцев. Они во время войны занимаются политикой. Если бизнес взбунтовался против одного человека, значит, наверное, что-то не так. То есть для нас должно быть войну. Мы должны в тряпочку молчать, бизнесмены. А гетьманцев имеет право на все. В том числе заряжать вот таких вот, как Ахрименко, псевдоэкономистов. Судить вам, уважаемые телезрители. Просто уважайте себя. Смотрите только что-то нормальное. Смотрите. В общем, уважайте себя, когда вы даже воспринимаете информацию. И просто... Я понимаю, что по советских странах, я повторяю, репутация ничего не значит. Но это рано или поздно должно измениться. Слава Украине. Пока. Продолжение следует...